Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас 20 макнаггетсов и новые соусы из Макдональдса. Во-первых, исчез мой сырный соус и наконец-то он появился. Моей радости просто нет предела. Когда я увидела этот момент, сразу публиковала к себе в историю. И все сказали, Айка, заказывай, будем снимать мукбанг. Я не знаю, возможно, эти соусы были, но я их вижу впервые. Я, конечно, могу ошибаться, но здесь сальса, соус я взяла. И еще сладкие чили решила попробовать. Посмотрим, понравится или нет. По идее, мне все соусы в Макдональдсе нравятся, кроме, по-моему, чесночного. Чесночный какой-то не очень. А так все остальные... Ааа, класс! Надеюсь, сладкий чили не очень будет острый. Вот три у нас таких соуса и 20 макнаггетсов. Так, давайте попробуем. Сальса вкусно. Немножко острый. Сладкий чили. Сладкий чили очень напоминает соус для креветок. Когда заказываешь креветки в темпуре. Там бывает точно такой же соус. В принципе, все вкусно, честно. И напиток баблгам взяла. Опять забыли мне положить палочку. Какую палочку? Трубочку. Сегодня у нас еще спортзал. Прикиньте, 8 дней я не ходила на спортзал. Спортзал. Мы все это дело с Перваной заморозили. То есть за эти дни мы не платили. И сегодня Первана говорит, что у нее опять не получается. Поэтому, наверное, сегодня я пойду без нее. Вообще, она говорит, что очень много времени отнимает в спортзал. Просто у Перваны и маленький ребенок. И дети. Которыми тоже нужно заниматься. Дети тоже ходят на плавание. На всякие там развивашки. Вообще, всегда смотрю на нее и удивляюсь, как она все успевает. Если вы подписаны на меня уже давно, то вы наверняка в курсе, что у меня папа живет в России. И он живет абсолютно один. То есть его семья здесь. Он один находится там. Постоянно работает. И очень мало времени уделяет чисто себе. Своему питанию. Своему отдыху. И я, как любая дочка, хочу о нем заботиться. Что-то делать. Но так как он на расстоянии, не всегда у меня это получается. Я его, в свою очередь, подсадила на очень простой способ заказа продуктов. Домой ленту онлайн. У меня папа работает на железной дороге. И усталый приходит домой и просто ложится спать. Это было раньше. Я ему постоянно делала замечания, что сходи в супермаркет, купи все, что нужно, заполни свой холодильник и так далее. И он всегда отмахивался и говорил, Айка, у меня нету на это ни времени, ни желания ходить по магазинам и так далее. Но в последнее время я подсадила его на заказ продуктов лента онлайн. Это реально очень выгодно в плане экономии времени. Плюс там 30 тысяч ассортимент товаров. Там можно заказать не только продукты, но и готовые какие-то блюда. Для ваших питомцев что-то. Для дачи. Там даже надувной бассейн можно заказать. Что только там нет. Плюс еще акции, такие же как в магазине. И какой смысл вообще идти в магазин, дорогие мои. Я частенько так делаю. Сегодня тоже мы закажем ему продукты и сделаем такой небольшой сюрприз. Я знаю, что сейчас папа дома. И он только устал и приехал с поездки. Я думаю, ему будет очень приятно, что к нему домой постучаться. И просто привезут ему продукты. Также хочется отметить, что по моему промокоду вы можете получить скидку аж на 20%. На первые два заказа от суммы 1500. Я думаю, этим грех просто не воспользоваться. Ссылку на скачивание приложения обязательно оставлю в описании под видео. Переходите, скачивайте, пользуйтесь. Не надо таскаться из магазинов с огромными баулами, пакетами. Пот здесь течет, тут надо вытереть. Идешь такая вся из себя. Лучше сиди дома, готовь свое блюдо. А то, что не хватает, закажи. И в течение двух часов тебе это все привезут. И ты продолжай готовить. Мы зашли уже в приложение. Я просто не могу вам не показать. Здесь есть раздел хит-цена. И вот здесь товары со скидкой. То есть скидки такие же, как и в магазинах. Не надо идти по магазинам, прицениваться и так далее. Просто гляньте, здесь колгейт за 208 рублей. Обалдеть. Жалко, что у нас таких цен нет. Моя любимая Милка. Заказала бы папе, но папа не очень ее любит. Что мне еще нравится? Вот заходим мы на продукт. Здесь есть подробное описание просто всего. Даже калории. Вот энергетическая ценность. 290 килокалориев. Тот, кто на диете, поймет меня. Жиры, белки, весь состав. Я тоже, например, плохо вижу. Магазин постоянно таскать с собой очки забываю. И поэтому даже не читаю, покупаю. А здесь можно прямо ознакомиться подробно со всем. И потом уже покупать. Я всегда захожу в каталог. Давайте овощи и фрукты. Все товары. И давайте сразу возьмем бананы, пожалуй. 1 килограмм. Много я брать не буду, потому что папа едет в поездку. Потом опять закажем ему. Нектарин папа очень любит. Возьмем, пожалуй, полкило. Затем здесь захожу в раздел молочные продукты, яйца. Давайте яйца купим папе. Какие-то. Смотрите, как много здесь. Даже не знаю, какие взять. Ну все, я сделала заказ. Самое крутое то, что деньги вычитываются после сборки вашего заказа. Я здесь тушенку заказала папе, кабачковую икру. В общем, все, что он любит. Возвращаюсь к вам спустя час, чуть больше часа. И тут папа мне уже отправил вот эти фотографии. Для него это было очень приятно, неожиданно. Несмотря на то, что я делаю это уже не в первый раз. Очень хорошо. Спасибо за такое внимание своего отца. Спасибо тебе. И спасибо им тоже. Они тоже очень вежливо, очень аккуратно принес мне и отдали. Папа всегда в восторге от вежливости доставщика. Все настолько аккуратно, без никаких ошибок, погрешностей. Поэтому вам тоже от чистого сердца могу посоветовать. Обязательно переходите в инфобокс, вскачивайте и оставайтесь довольными. Она просто нашла для себя решение. Она будет заниматься из дома. Нашла там тренера. И просто онлайн. Ее сестра так занимается. И она очень довольна. Ну а я буду продолжать ходить в спортзал. Потому что для меня это отличное. Какой-то большой наггетс, вообще огромный. Посмотрите, как будто два. А может реально это были два. Для меня лучше ходить в спортзал. Меня мотивируют девушки, которые там находятся. У меня есть свободное время. Плюс я вижу результаты от спортзала. И больше всего мне нравится самой тренироваться. Развивать свою силу воли и так далее. К сожалению, уже вернуть свои деньги первано не сможет. Я ей предлагаю хотя бы до конца походить. Но она что-то не особо хочет. Но посмотрим, как получится. Конечно, из дома заниматься. Это прежде всего экономия времени. Очень удобно. Сейчас все переходит на онлайн. И с одной стороны, это хорошо. Но у меня даже очень низкий витамин D. Потому что я сижу постоянно дома. Поэтому куда-то выходить для меня это огромный плюс. Хотя бы на солнышке похожу. Плюс, может, с девчонками с кем-то познакомиться. Сможно с кем-то подружусь. Сырный соус лучше всех. Но мне больше понравился сладкий чили. По-моему, их не было. Может, я не замечала. Столько новинок появляется в Макдональдсе. Например, Цезарь появился. Потом его убрали с продажи. Потом он опять появился. Но Цезарь я не оценила. Некоторые в комментариях писали. Айка, что ты тупишь? Его же надо перемешать. Помидорки надо разрезать. Это же доставка. Но если это доставка, давайте тогда наггетсы тоже в сыром виде отправлять клиенту. Пусть он сам жарит. Но я считаю, что все готовое должно прийти. Все равно все привозят в течение 3-4 минут. Вот мне привезли наггетсы. Они прям горячие. Я их сижу кушаю. Доставка у нас просто работает на высоте. Быстренько все доставляют. Я уже напрямую ни у кого ничего не заказываю. Через приложение. Деньги тоже снимают сразу с карточки. Не надо искать мелочь. Там думать, блин, у меня нету мелочи, а курьер уже внизу. Поднимали меня. Это очень удобно. Пока я была в деревне покормила всех собак, которые есть в округе. Реально в деревне есть кошки, которые просто кушают сухой хлеб. Одна собака была черная. Я ее пыталась покормить, и для меня это просто был квест. Потому что собака убегает, как только видит человек. Но она настолько худая, что прям жалко на нее смотреть. Это в какой-то степени жестокость людей. Почему собака будет убегать от человека? Наверное, кто-то ее спугнул, или кто-то ее обидел. Возможно, избил. Теперь непонятно, как кормить собаку. А у нас, когда были эти мероприятия, связанные с похоронами, оставалось очень много мяса всего и хлеба. Там покупали, например, 15 хлебов. 5 оставалось. Я разрезала и кормила собак. То же самое там и мясо, и супы оставались. Хлеб макала в этот суп. И собаки были на седьмом небе отчасти. Носилась там просто как сумасшедшая. У меня бабушка тоже очень любила собак, но почему-то не любила кошек. Я вообще такой человек. Мне жалко. Например, я вижу хлеб. Понимаю, что мы столько не съедим. Чем оставлять этот хлеб на завтра, на послезавтра? И потом этот хлеб будет несвежий, и собака тоже не аппетитом будет кушать или вообще не будет кушать. Я сразу маме говорю, мы столько не съедим. Давай половину отдадим собакам. Мама говорит, а вдруг придут гости, а вдруг еще понадобится. Я говорю, это нереально столько съесть. Это слишком много. Зачем это оставлять? Оставлять. Потом, когда хлеб как камень, от собак тоже не съест. То же самое, глупцы. Приготовили дофига просто. Глупцы остались. Я говорю, мам, пока не прокисло, давай собакам. Мама говорит, ты задрала уже с этими собаками. И первая она такая говорит, что ты ей говоришь? Надо без палева нести и относить собакам. Потом сказать, сели. И все. Что здесь сложного? Что за квест? Моя самая любимая это наггетсы. Если наггетсы снимут с производства, я просто буду сидеть у ворот Макдональдса и устраивать пикеты. Много где пробовала. В разных заведениях. Вот кто-то говорит, там стрипсы вкусные. Я считаю лично, что стрипсы даже близко не стоят к наггетсам из Макдональдса. То есть это даже не конкурент. Когда мы только подъезжали к Баку, у нас, знаете, прям такая любовь. Я так обожаю город, в котором я живу. Конечно, деревня тоже прекрасна, но Баку, я его просто обожаю. Кстати, насчет просмотров. Я была в шоке, что мои просмотры не упали. Точнее, упали, но совсем чуть-чуть. То есть я не снимала видео 9 дней. Почти 9 дней. У меня просмотры упали всего лишь на 25%, так скажем. Это было для меня шокирующим фактором, что люди начали смотреть мои старые видео. Например, моя коллекция золота резко набрала 78 тысяч просмотров. Хотя раньше это было 40 тысяч. Другие видео хорошо набрали. И в связи с этим я делаю вывод, что, наверное, я слишком много снимаю. Люди просто не успевают смотреть. И вот у меня не было определенный период, и люди начали смотреть видео, которые они не видели. Старые видео набирали, прикиньте. Это, конечно, было очень приятно. Я заходила в деревню, была в шоке над своими просмотрами, как круто. Просмотры были плюс-минус такие же, как когда я снимаю. Хотя я абсолютно такого не ожидала. Я думала, просмотры упадут просто ниже плинтуса. Потому что ты перестаешь выходить в рекомендации, когда нет активности на канале. То есть нельзя на такое долгое время пропадать. Как всегда, эти два наггетса я оставляю для своего котика. Хотя в комментариях девчонки мне писали, что котикам нельзя давать наггетсы и так далее. Мой котик их просто обожает. Я думаю, ничего страшного, если в неделю пару наггетсов съезд и твикс. А вы в свою очередь не забывайте переходить в инфобокс и заказывать себе продукты по очень выгодным ценам. И плюс вам все привезут домой. А с вами была Айка. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok